Всем привет! Добро пожаловать в Аленка Блок. Сегодняшнее видео я посвящаю стильным ароматам. Прежде всего, что для меня такое стиль? Стиль, он для меня не в одежде, он не в аксессуарах, он именно ваш внутренний мир. Стиль это отображение вашего внутреннего мира, вашей харизмы. Каждый выбирает для себя ту или иную подачу себя в обществе. Вот это наш стиль. Мы порой даже не задумываемся над тем, что там мы одеваем, еще что-то. Но впечатление о нас складывается именно относительно не одежды и относительно чего-то такого, знаете, трендовая сумка или какой-то туфли. Ну, я не знаю, что там может быть. Впечатление о нас складывается именно по нашему характеру, по тому, как мы себя подаем, по тому, ну, как мы ведем себя и так далее. Каждый выбирает свой путь. Кто-то является олицетворением стиля и всего модного, что только есть сейчас, да, со всеми брендами и так далее. Кто-то, наоборот, стоит от этого в стороне. По-моему, особая роскошь не следовать никаким модным тенденциям, никаким стильным вот этим привязкам, завязкам. Самобытность – это, конечно, самое главное. Но вот эти вот ароматы, которые я вам хочу сейчас показать, для меня они являются самыми стильными ароматами, которые у меня есть в моем шкафу. Будет что-то такое классическое, будет немножко нише, их немного, их шесть штук. Раз, два, три, шесть штук, да. Я хотела сначала пять, но без одного аромата я никак не могу обойтись, вот именно в этом ключе стильности, да. Не знаю, может ли быть аромат стильным или нет, но для меня эти ароматы являются стильными. Давайте уже начнем. Первый, самый стильный аромат, ну, не вот прям первый, как будто он первый. Нет, вот из них, из тех просто, которые я вам хочу показать, это Ривгош от Эвсен-Ла. Может быть, кому-то покажется мой выбор странным, но для меня еще в детстве, когда я увидела рекламу, когда я увидела рекламный постер этого аромата, он мне показался настолько стильным, настолько вот модным, красивым. То есть вот этот дух, который шел от этой вот фотографии в журнале, вот этот шарм, вот этот вот какой-то, знаете, настроение, оно меня просто заинтриговало. Конечно, не было возможности ни понюхать этот аромат, ни даже там просто флакон подержать, просто хотя бы увидеть его живьем. Он тогда не продавался, я помню, это я пошла с мамой куда-то, она ходила у меня, делала массаж лица, вот в приемной, ну, как, где я ее ждала. Там всегда было много журналов иностранных, я не знаю, кто-то, видимо, их приводил. И вот в одном из журналов я увидела вот этот Ривгош, рекламу этого аромата с девушкой, такая она красиво одета. Я, ну, не знаю, вот кафе, знаете, вот она сидит, вот просто вот этот флакон, то есть какая-то вот именно эмоция меня заворожила. И вот до сих пор, когда я смотрю на этот флакон и когда я вдыхаю этот аромат, он для меня пахнет каким-то вот парижским шиком, независимостью, немножечко отстраненностью. Ну, как бы я вот говорю про образ, который я вижу, когда вдыхаю этот аромат. Аромат холодный, аромат, как я уже сказала, отстраненный, очень альдегидный. Я, ребята, обожаю альдегиды, хотя в свое время просто не могла их переносить, у меня от них болела голова. Но вот потом вот что-то произошло, и я полюбила альдегидные ароматы, цветочно-альдегидные, просто вот любые с ярко выраженными альдегидами. Это я обожаю, это я обожаю. И вот этот аромат, он вот прям такой классично-альдегидный, прохладный, воздушный, не знаю. Он восхитительный. Он восхитительный, немного пахнет мылом хорошим, дорогим таким, знаете, может быть, чуть-чуть винтажным. Ну, из такого дорогого отеля какого-нибудь, прям такого, не знаю, парижского, роскошного. Я не была в таких отелях, но наверняка там какие-то очень душистые куски мыла лежат везде. Вот что-то в нем есть такое, что-то в нем есть. И вот этот аромат для меня, уж я не знаю как, является олицетворением стильности. Вот стиля, внутренней такой харизмы, внутренней уверенности в себе, наверное, отчасти. Для меня это холодный, бело-цветочно-альдегидный мыльный аромат. Вот прям реально холодный. Немножечко там древесных нот, но они для меня совершенно не солируют. Солируют тут, конечно, альдегиды. Да, альдегиды роскошные, хрусткие, таких прям звенящие, морозные. Очень красивый аромат, ревбошь. У меня в туалетной воде, и я вообще, ну, в восторге, в восторге. К слову сказать, вот все ароматы, которые я вам покажу, может, за исключением одного, я не так часто ношу, но они вот стоят, занимают какое-то особенное место вот в моем шкафу. Я люблю их просто иногда вдыхать. То есть они под какое-то такое особое, роскошное, шикарное настроение. Дальше. Следующий аромат, естественно, куда же мы без него, это Шанелька. Шанелька номер пять. У меня вот сейчас единственная версия. Ну, там еще есть парфюм. Я что-то про него забыла. Которая не закончилась. Это Eau Premier. Ну, если мы говорим про Шанель номер пять, сюда же входит и парфюм, сюда же входит и Eau de Parfum, экстракт парфюм и Eau Premier. Eau Premier самая такая, наверное, молодая, легконосибельная версия вот этого легендарного аромата. Шанель номер пять для меня, Шанель номер пять не всегда был притягателен, не всегда был красив, не всегда, далеко не всегда являлся образцом стиля, как я сейчас вот говорю, да. Ну, не знаю, с годами, с возрастом как-то вот я поняла, что, ну, это действительно классика, это стиль, это воплощение всего того, ну, всего, знаете, такого, не хочу сказать женственного, нет, наверное, все-таки классичного. Хотя, я спокойно могу надеть этот аромат там с джинсами, с какой-то маечкой, с кедами, почему нет? То есть нет границ, нет границ, не обязательно носить Шанель номер пять, увешаться все в жемчуг, надеть перчатки и костюм Шанель, это вообще не обязательно. Вот, ну, для меня он, тем не менее, является образцом стиля, что не могу сказать, кстати, кстати, о моде Шанель. О дизайне, о самом даже, ну, классическом дизайне Шанель. Она, конечно, сделала большую работу, большой переворот в моде, но таковой бренд одежды мне никогда не нравился, и я как бы не поклонник далеко. А вот аромат, особенно, конечно, пятерка, это да, это для меня стиль. И опять, ребята, это альдегиды, холодные, такие, ну, про Шанельевские альдегиды можно говорить вечно. Это классика жанра, это роскошная альдегиды, роскошная, роскошная альдегиды. Следующий аромат вообще уже не люкс, не капельки, а такая ниша. Ниша, но уже всеми узнаваемая, уже не такая уж и редкая. Это China White от Nazamata. China White, Nazamata, бесподобной красоты флакон, очень люблю. Тяжелая фарфоровая крышка. Аромат. Вот он, как я уже говорила, наверное, не раз, он химозный, химозный, но он прекрасный. Он прекрасный. Сочетание немного ретро и немного такой ультрасовременной химии делает для меня этот аромат, ну, просто, вы знаете, ультратонкими шпильками, такими опасными, стильными, красивыми. Ну, то есть, вот, я его ношу, вот, очень-очень по особенным случаям, куда-то на выход, под классный какой-то наряд такой простой, невычурный. Наверное, я бы не одела бы его под какое-то, ну, я и не хожу, под какое-то там бархатное платье и меха, наверное, нет, хотя. Но для меня он стильный и очень самобытный. Очень самобытный. И опять повторюсь, вот, я вижу этот аромат на девушке на шпильках. На шпильках, на красивых, классных, тонких, невозможно носибельных шпильках. Вот для меня аромат China White. Здесь, я уже говорила, не раз пудра, немножко розы, и все такое, знаете, туда, немножко с винтажным звучанием. Ну, очень красивый. Может быть, я ошибаюсь, может быть, для кого-то он не такой уж винтажный, но для меня он реально очень винтажный. Далее будут два аромата шипровых. Я очень люблю шипры в ароматах. Кстати, вот China White для меня тоже шиприт. Я не знаю, в какую категорию его относят, но для меня это шипр. Я, может быть, ошибаюсь. Ну, вот он шиприт. Шипровый аромат, как я уже говорила, не раз один из моих самых любимых у Mikkoly. Это Jewel for Her. Вот такая бутылка, драгоценность для нее. И это великолепный шипр, великолепные пачули. Я люблю пачули в ароматах, но иногда они бывают чересчур. Чересчур душные, чересчур, как сказать, подвальные, землистые, влажные. Пачули бывают вообще дофига, дофига разных видов. Здесь именно те пачули, которые я обожаю. Обожаю эти пачули. Роскошные, пряные, очень специевые, шипящие. Вот этот шипр просто великолепный и очень-очень стильный. То есть, если бы я, ну, если бы мне надо было придать себе стили и харизмы, еще больше, еще больше, ну, конечно, я всегда его выбираю. Я его ношу крайне часто в последнее время, потому что, ну, такие периоды сейчас. Нужно немножечко себя взбодрить. Вот он очень бодрящий, он очень бодрящий, он передает уверенность в себе. И как-то вот он для меня такой, вот, знаете, невидимые мои врата, которые меня окружают и оберегают. Вот такой вот мой стильный, красивый оберег. Это Jewel for Her от бренда Mikalif. Великолепный аромат. Ставит немножко особняком от всей женской линейки. Именно вот своим напором, своей такой харизматичной, яркой, смелой индивидуальностью. Вот как-то так высказалось, да? И следующий аромат тоже шипровый. И тоже невероятно хорош. Paloma Picasso, естественно. У меня вот такая миниатюра винтажная. Я никак не могу попробовать современную версию, потому что, если я ее нахожу, нету тестеров. И если есть тестер, то это или в какой-то аптеке, или еще что-то. И я что-то не знаю, в аптеке вообще может продаваться Paloma Picasso или нет. В общем, какой-то у меня такой немножко... Немножко, ну, поиск, да? Шипр, Paloma Picasso, классика, жанр великолепный, легендарный. Айконик, парфюм. Просто. Это легенда, классика, жанра. Так, давайте сейчас откроем. Жанр, стиль. Ну, ну, тут просто. Ну, тут просто лев, вот-вот, запечатанный вот в этой маленькой... Вот в этом маленьком флаконе. Просто, просто львиная, львиная харизма, львиная какая-то красота, опасность. Великолепный, согревающий, дерзкий, такой немножко колючий аромат. Я носила его раза два, наверное, или три. Причем так вот выходили мы куда-то, так выходили конкретно. И я вот всегда в носких платьях, и вот он мне просто, меня возвышал, да? Очень красивый, безусловно, один из самых стильных ароматов, которые у меня есть. Бесподобный, бесподобный. И заключительный аромат, который я не могла мне показать, он для меня вообще просто олицетворение всего прекрасного, что есть в моем шкафу. То есть, ну, наверное, если можно сказать, моя парфюмерная я, то это будет вот этот аромат. Ну, этому парфюмерному я свойственно меняться постоянно от природы, от погоды, от вашего там настроения. Ну, этот аромат, он, безусловно, вот он прям стоит особняком, самый-самый-самый. Мой любимый, естественно. Суперстишес, Фредерик Маль, Доминик Репьон. Невероятный, невероятный красотища, аромат, который сразил меня просто, вот, знаете, вот, без боя. Я сдалась абсолютно ему без боя. Пошла, как бы, меня очень, конечно, заинтересовал флакон, очень красивый флакон, вот, Альбер Эльбас, создатель и модельер, да, дизайнер. Я думала, ой, что ж там, что ж там такое, и все. Я пропала. Я пропала, я поняла, что если его не будет, ну, это будет просто ужас. И я вот помню, шла и купила сразу 50. Может быть, надо было покопить, 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 покопить и купить сразу 100, но не знаю. Он очень, он очень стойкий, и я не знаю, мне, мне кажется, его хватит очень надолго. В чем заключается для меня его стильность? А во всем. Ребята, во всем. Начиная от флакона, заканчивая его содержимым. Я когда в нем, я просто вот, ну, реально, ну, я лучше всех. Я богиня, я могу делать все, я вот, я. Он прекрасный, опять, альдегидный, цветочный. Розы здесь есть где-то там на подпевках. За счет того, что он альдегидный, он тоже мыльный. Вот видите, у меня вот скользит вот эта моя любовь к мыльно-альдегидным темам. Великолепный, великолепный. Я иногда его могу даже просто дома. Чика-чика. Что так? Для такого, знаешь, куража, кураж такой, чтобы создать. Рекомендую. Рекомендую всем за тест. Узнаю многие уже так же, как и я, после моих обзоров и восторгов влюбились в этот аромат. Делюсь. Он великолепный. Он прекрасный и самый-самый-самый-самый стильный аромат. Superstitious Frédéric Манни. Почему я не взяла в этот обзор никакой аромат из Le Labo или By Redo или еще что-то? Потому что очень модные марки, очень сейчас в тренде. Не знаю, мне они не кажутся такими вот прям ультра стильными. Вот те ароматы, которые я вам показала, они вот для меня олицетворяют какой-то внутри себя такой стиль. Стильность. Хотя, опять вернемся, понятие стиля это так очень все размыто. Очень все размыто. Можно считать за образец стиля от Удри Хюбберн, можно считать тоже Коко Шанель. Девушки две разные, девушки две харизматичные. И я считаю, что что бы на них не было надето, одето, они все равно были бы самые стильные. И все равно бы мы о них говорили, потому что внутри харизма. Харизма и такая внутренняя красота. Она прежде всего должна быть здесь внутри. Все. Пишите, пишите мне, пожалуйста, свои самые стильные ароматы. Мне очень интересно вас будет почитать. И с вами была Аленка Блок. В общем, пока. Чао-чао. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok